Сегодня будем пытаться ровнять полы. Вот видим у нас более-менее общая плоскость нормально по уровню, а местами есть у нас провалы до 2-3 мм. Будем пытаться сегодня это все дело исправить. Наливным полом это мы заливать не будем, так как я боюсь сделать еще хуже в одиночку. А сделаем это все бюджетно, погнали. Разводим плиточный клей. Плиточный клей у нас срезит SM11+. 7 совочек. ПВА строительный, 5 кг. Чуть-чуть размешаем его. И добавим примерно вот такую чеплашечку, литровую где-то чеплашечку. Ну где-то с током и добавим. Опа! Еще чуть-чуть. У нас получается растворчик. Ну вот такой, жидковатенький такой. И обязательно, друзья, обклеиваем нижнюю кромку стенки, так как у нас стена отштукатурена, отшпаклевана, приготовлена под обои, чтобы лишний раз потом не скоплить, все не переделывать. Нам понадобится два шпателя. Одна лопатка накладывать, вторая лопатка втирать и разгребать. Ну и в моем случае два провила комната 3 метра 5 сантиметров. Здесь у меня двухметровое провило. И полтора метровое провило. Чем есть, тем мы будем работать. Накладываем. Готово! Что мы делаем дальше? Берем гребеночку не от самого начала, чуть-чуть оставляем и вот так втираем. Обязательно втирать. Берем провило. Короче, порог мы будем делать вот это вот мы будем завтра, чтобы сейчас не изгоняться тут, все равно толком ничего не получится. А завтра по факту уже новой поверхности подтянем порог вот этот вот. Вот такая поверхность у нас получается. чуть-чуть оттянули, можно убрать. Так, попробуем. Посмотрим, сейчас у нас здесь будет между провилами какая-то. Вот здесь у нас яма. здесь у нас яма. Яма. Короче, что надо напугать. Вот такие вот неровности получаются. Так, ну а между провилами видим вот здесь бугор по ходу и как раз они по бугру встречаются, никаких у нас нету, так скажем. Ай, хахаряша. Вот, блин, смотрите, да? Какая яма тут конкретная. Ну ладно, пойдет. Берем опять гребеночку и дальше протягиваем. Итак, ребята, результат примерно вот такой вот у нас получается. Есть небольшие наплывчики, наплывчики вот там, вот там есть небольшие наплывчики, но и с ними делать пока ничего не надо. Если их пытаться сразу исправить, то можно сделать только хуже. Наплывы, это не яма. Вот эти все наплывы, завтра подсохнет немного, мы подрежем в одну плоскость и будет у нас все ровненько. И смотрите, да? Где уже начинает высыхать, там у нас бугры были, ну а соответственно в ямах у нас там слой толще, будет высыхать больше. И второй у нас все уже практически высохло, только вот где совсем толстый слой еще сыровато. Короче, обдираем скотч и подрезаем вот эти вот небольшие наплывчики. Пробуем их срезать. Ну, короче, как-то так это все равняется делам. Давайте посмотрим. Так, где-то вот в этом месте мы в прошлый раз мерили. Ну вот примерно вот так вот у нас получается. У процентов где-то 90, мы, наверное, 80-90 процентов все это исправили почти идеально. Но все, делаем это во всей квартире. Кому было полезно, лайк ставим, подписочку не забываем. Все, ребята, спасибо, что смотрели. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok